Всем доброго времени суток, в этом видео мы будем распаковывать фитнес-браслет Тезер 3, он же Тезер R16S. На коробке указаны основные характеристики, но нигде не указана фирма и модель. Всё дело в том, что данный фитнес-браслет выпускается ещё и другими фирмами, к примеру, Bucky G16 и Samtao G16. В коробке сам браслет, зарядка и инструкция на китайском и английском языке. В инструкции есть QR-код с ссылкой на приложение Wear Health. Что оно умеет, посмотрим чуть позже. На лицевой панели находится экран и одна сенсорная кнопка. С обратной стороны датчик, который должен считывать пульс и давление, контакты на зарядке и два самореза, удерживающие ремешок. В минимальном положении ремешка внутренний периметр примерно 12 см. В максимальном примерно 21 см. Вес почти 25 грамм. У браслета есть водонепроницаемость по стандарту IP67, но при этом производитель дополнительно указывает о том, что опускать в горячую воду или плавать с ним нельзя. В инструкции отдельный пункт с запретом купаться с ним в ванной или мыться в душе. За 20 минут в воде с браслетом ничего не произошло, кроме того, что он намок. Зарядка происходит через специальный переходник. В случае поломки переходника могут быть проблемы с поиском такого же. Ток зарядки всего 8 мА, что может быть проблемой для некоторых пауэрбанков. Некоторые из них при попытке зарядить устройство с таким маленьким потреблением отключаются по тайм-ауту, считая, что к ним ничего не подключено. Общее время зарядки 1 час 16 минут. Сразу же расскажу про вибрацию. Она есть, но с ней всё очень плохо. Вибрация настолько слабая, что ощущается тонко, если второй рукой прижать браслет к руке. Во время звонка на телефон я сквозь свитер и куртку иногда чувствую вибрацию телефона, но не чувствую браслет, который находится у меня на руке. Также, несмотря на наличие устройства функции будильника, проснуться от него за 2 недели активного ношения не удалось ни разу, по всей той же причине. Если у кого-то есть такой браслет, отпишитесь, это у меня бракованная версия и не у всех проднима с вибрацией. Перейдём к рассмотрению того, что выводится на экран. В реальной жизни картинка на экране устройства выглядит лучше. Сейчас мы на него смотрим с слишком низкого расстояния. Переключение между вариантами отображения происходит по удержанию сенсорной кнопки. По нажатию на сенсорную кнопку включается подсветка на 5 секунд. Также она должна включиться при подъёме реки, как при просмотре времени на обычных часах, но у меня это срабатывает иди раз из трёх. Точки снеева сверху – это заряд батареи, 4 точки – это 100%. Про автономность поговорим позже, но раз уж мы затронули тему индикации батареи, оказалось, что уходят они неравномерно, и последняя точка уходит менее чем за 24 часа. То есть, если проснуться и на батарее всего одна точка, браслет до вечера может и не дожить. Если батарейка сядет, то все непереданные в телефон данные исчезнут. Справа сверху – значок подключения браслета к телефону. Если значок зелёный – есть подключение, если серый – подключения отсутствуют. Подключение идёт по Bluetooth версии 4.0. Время и дата в браслете берутся с телефона. На этом экране у нас цифровые часы, дата, день недели, заряд аккумулятора и индикатор подключения к телефону. На следующем экране аналоговые часы, дата, день недели и последние данные с пункционером. На этом экране слева сверху пункт, справа сверху сожжённые за день калорий, слева снизу пройденные шаги, справа снизу пройденная дистанция в километрах. По центру время и полная дата. Тут у нас сверху время и дата, по центру количество пройденных шагов и круговой заполняющийся индикатор отношения пройденных шагов за текущий день к количеству шагов, установленных в качестве цели. Снизу индикатор пункта. И всё бы было хорошо, если бы не одно маленькое «но». Во время ношения эти варианты главного экрана сами меняются. Предполагаю, что кнопку сделаны слишком чувствительной и под одеждой она иногда сама срабатывает. Лучше бы это настраивалось через мобильное приложение. При быстром нажатии на кнопку мы видим дополнительные данные и функции. Первое – это количество пройденных за день шагов. Второе – сожжённые за день калорий. Третье – пройденное расстояние в километрах. Четвёртое – последний измеренный пункт, и если тут зажать кнопку, начинается измерение пункта. Пятое – последнее измеренное давление, и если тут зажать кнопку, начинается измерение давления. Шестое – режим спорт. Если тут зажать кнопку, начинает непрерывно измерять пункт. На экран выводится тонкое количество шагов, пройденное расстояние и время с момента включения режима. Плюс последний измеренный пункт. Отключается днительным нажатием на кнопку. Седьмое – сообщение. Русский есть, но с моей точки зрения выглядит он не очень хорошо. Восьмое – поиск телефона. По днительному зажатию кнопки при наличии связи с телефоном заставляет телефон вибрировать. И последнее – данные о браснете и возможность выключить его. При днительном нажатии на сенсорную кнопку включается обратно. Перейдём к рассмотрению приложения. При первом запуске оно у нас попросит зарегистрироваться и ввести данные о себе. С подключением устройства к приложению также проблем не возникло. Просто включаешь Bluetooth, заходишь в вкладку профиль, там подключить устройство, и вот он наш браслет. На главной странице у нас кнопка для измерения текущего давления и пункта. Под ней некий индекс здоровья, который рассчитывается по непонятному алгоритму. Информация по пройденным шагам, времени сна и последнему измеренному пункту. Кроме индекса здоровья всё кликабельно и содержит в себе дополнительную информацию или функции, но покажу, что внутри при описании соответствующей функции. Вторая вкладка это спорт. Тут у нас карта по кнопке начать, телефон устанавливает своё место по GPS спутникам и ведёт вас показывая время, пройденное расстояние и маршрут на карте. В последней версии приложений сломали историю таких тренировок. Вкладка друзья, добавлять никого не пробовал, но предполагаю, что это какая-то социальная активность. Вкладка профиль, тут у нас различные настройки. Перед записью этого фрагмента видео личные данные были заменены на случайные, постные восстановлены. Вверху фотография и имя, дальше вкладка с персональными данными. Есть имя, рост, вес, дата рождения, пол, информация о том, на какой руке расположен браслет, цвет кожи, калибровка давления, про это чуть позже, источник карты для вкладки спорт, смена пароля для учётной записи и выход из учётной записи. Далее у нас целевое количество шагов. Минимум 4 тысячи шагов, максимум 28 тысяч. Ценевое время сна. Минимум час, максимум 9 часов 59 минут. Настройки устройства. Включение и отключение непрерывного контроля на сердцебиение. По факту при включении сердцебиение проверяется каждые 5 минут. Включение и отключение жеста для автоматического включения экрана. Дальнее несколько бесполезных для меня по причине плохо работающей вибрации функций, а именно. Уведомление о вызове. Отображение на браслете происходит быстро. СМС-напоминание. Как мы уже поняли, в этой версии не работает история в раздельный спорт. А до обновления на браслет не приходили СМС. В общем, одно починили, другое сломали. Режим не беспокоит. Если его включить, браслет перестанет получать уведомления с 22.00 до 8.00. Самостоятельно задать время не удается. В раздельные уведомления из приложений список приложений, из которых можно получать уведомления на браслет. Добавить другие приложения не получится, только эти. Ну и различные напоминания, которые без вибрации бессмысленны. Дальнее у нас в настройке будильника, от которого я ни разу не проснулся. Максимум 5 будильник. Есть еще формат времени, единицы измерения, сброс браслета, обновление ПО браслета, которое ни разу не пришло, и отключение устройства от телефон. Есть еще нечто с названием «Управление камерой». Если в этом режиме резко крутануть рукой с браслетом, начнется обратный отчет и постный снимок. При нажатии на «Найти» устройство браслет несколько раз вибрирует. И последний раздел «Руководство по эксплуатации». В нем ничего действительно полезного я не нашел. В меню есть баг, по которому в случайные моменты времени появляются настройки не для этого браслета, а для другого устройства. При изменении этих настроек в браслете ничего не меняется. Я надеюсь, у меня получилось свовить и показать этот момент на видео. Про шагомер. Методика тестирования. Смотрим текущее количество шагов, делаем 100 шагов, шаги считаем в уме. Останавливаемся, смотрим, что получилось. Я сделал несколько замеров. В общем и целом результаты чуть выше 100. Иногда на 2 шага, иногда на 5 шагов. Возможно, это связано с методикой тестирования, но с моей точки зрения, разница даже в 5% не критична. В общественном транспорте и в машине на пассажирском месте шаги он у меня не накручивал. При работе за компьютером по 1-2 шагам прибавлял, но случалось это очень редко. В приложении можно смотреть пройденное расстояние за предыдущие дни. Словом «окончание» обозначается количество выполнений поставленной цели в шагах на заданном промежутке времени. Теперь про то, что заняло больше всего времени, а именно давление и пульс. Пульс в большую часть времени показывает примерно правильный результат, но иногда он ускакивает вверх, при том, что ни физические нагрузки, ни стресса в этот момент не было. Это видно на графиках и возможно будет видно в некоторых моментах на видео. С давнением все еще интереснее. Насколько я понял, измерение давнения происходит через скорость распространения пульсовой волны. Сразу скажу, что все стандартные предустановки абсолютно бесполезны. Какие бы я ни выставлял, браслет после физической нагрузки показывал совсем неправильные данные. Дабы не растягивать видео на час, я расскажу только о конечных результатах. Для того, чтобы данные, которые выводятся браслетом, были больно менее правильные, необходимо правильно выставить свой цвет кожи и в спокойном состоянии измерить свое давнение тонометром, после чего ввести эти данные в настройки. Фрагменты видео с высоким давнением получались следующим образом. Снимаем браслет, делаем приседания, одеваем браслет, проверяем давнение. Делалось так на исключение возможности регистрации физической нагрузки браслетом. Результаты сейчас у вас на экране, насколько все хорошо и неплохо, решать вам. Так как настройки давнения индивидуальны, просто снять с себя браслет, одеть на другого человека и измерить его давнение не получится. Немного про программную составляющую, связанную с измерениями. Как я уже говорил, для пункта есть функция автоматического измерения, но такой функции нет для давнения. И да, неудобные данные из приложения можно удалить. Про мониторинг сна. Я хотел сказать грубее, но скажу просто, что данная функция работает плохо. Во-первых, программа считает, что вы должны вставать каждый день ровно в 8 на 0, ни раньше, ни позже, и настроить это невозможно. Во-вторых, установить время, когда вы ложитесь спать, тоже невозможно. В-третьих, если снять браслет с руки, приложение будет читать это глубоким сном, причем если зайти в график пункта, явно видно, что пункта не было, то есть браслет был не надет, но для мониторинга сна это все равно был глубокий сон. В-четвертых, я ложусь спать где-то между 2 и 4 часами ночи, но программа думает, что я ложусь между 10 и 11 вечером. При этом высокий для спящего пункта ее ни капли не смущает. Про автономность. У меня от одного заряда браслет работает от 7 до 10 дней. При этом включен будильник, постоянный мониторинг пункта и приходят по 2-3 уведомления. Время можно увеличить, отключив постоянный мониторинг или в моем случае бесполезные функции, связанные с вибрацией. Ну и немного моих отдельных мыслей. Точно посчитать пройденное расстояние в километрах, зная только шаги и рост и вес, невозможно. Еще абсурднее выглядят потраченные калории. Предполагаю, что для этих двух параметров китайцы используют некие средние по миру значения. Следующая проблема будет актуальна не для всех. Как правило я не ношу никаких часов, браслетов, фенечек и так далее. Поэтому мне неудобно работать за компьютером с надетым браслетом, он упирается в стол и слегка приподнимает руку в непривычном для меня месте. На этом у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!